Дорогие братья и сестры, сегодня неделя по Богоявлению, в воскресный день, и мы услышали частичку святаго благословения Удового встала Евангелиста Марфея. В этом отрывке нам было сказано о том, как Господь пришел в землю языческую Галилею. Перед этим, после крещения на реке Вардан, от Иоанна Хрестителя, Господь в течение сорока дней постился в пустыне и претерпел в пустыне от дьявола. Вот, выйдя победителем от тех искушений, которые Лукавый предлагал для спасителя, Господь вступил на общественное служение. Он услышал, что Иоанн Хреститель заключен в темницу. И тогда он удалился, как сказано в Галилею языческую. Свет посиял людям, сидящим во тьме. Земля нефалима и земля завулоня. Люди, сидящие во стране сей не смертной, свет им посиял. Так звучало пророчество Исаии. Вот, Господь, выйдя на это общественное служение, Он произносил Свои первые слова. Слова благовестия, проповедия. «Покаитесь, приблизилось Царствие Небесное». Дорогие братья и сестры, сегодняшняя Евангелие говорит нам о том, что Господь учит нас Своим действиям, чтобы мы не шли на рожон, чтобы мы не шли на какие-то искушения, которые самовольно хотим на Себя возлагать. Он не пошел и не стал, скажем так, восстанавливать какую-то такую мирскую справедливость, когда Иоанн Хреститель был заключен в темницу. Он взял на Себя больший подвиг. Он пошел в Галилея Языческую для того, чтобы просветить язычников, которые были все несмертны и во сне. Сказано, свет посиял им. Братья и сестры, вот эти города Забулон и Нефалим, они переводятся как «ночь и широта». И они символизируют собой то, что люди, которые жили вот в этих городах, а это были люди смешанного населения, здесь были иудеи, язычники. Это было такое место, где пересекалось в результате торговли очень много людей. Вот именно сюда, в центр, казалось бы, мирской жизни Господь приходит, но люди, которые находились в этой местности, они жили во тьме, они жили вот в этой широте греха. То есть, эти названия городов, они символизируют ту сму греха, в которую были они погружены, и ту широту мирской жизни, вот этот широкий путь, в котором они жили. Мы знаем, что Господь говорит, «Узок и тернист путь царствия небесное». И вот Господь приходит и возвещает, «Покайтесь, приблизилось бы вам царствие небесное». Братья и сестры, вот эти вот слова покаяния, мы очень часто произносим их, и многие уже как-то знают значение этого слова. Но что такое покаяние, братья и сестры? Если мы вспомним притчу о исцелении десяти прокаженных, то мы помним, что эти люди были полностью с ног до головы покрыты вот этой горкой. Вот эта горка, она символизирует горку греха, в которой мы живем. И вот это покаяние, которое мы должны приносить, этот процесс, он не должен заканчиваться только из патриотских грехов в таинстве покаяния. Мы должны, как трудный сын, осознать свои грехи, принести покаяние, но и в дальнейшем, братья и сестры, принести добрый плод покаяния, который заключается в том, когда человек уже возненавидел этот грех, он уже не идет повторно наисковить и не говорит, я опять согрешил этим же грехом. А плод заключается в том, что он возненавидел, и он старается совершить добродетельно противоподолженную греху. Вот к чему мы должны стремиться, братья и сестры. Конечно, жизнь наша непростая, и каждый из нас совершает какие-то грехи, ошибки, и у каждого из нас есть какие-то немощи. Но вот сейчас мы стоим в храме, и мы предстоим Господу. И в чем заключался, братья и сестры, грех Адама и Евы? В чем они согрешили? А согрешили они в том, что вектор свой они устремили не к Богу, а Ева в разговор, который нам было вступать, с лукавым, впоследствии он поселил о сомнении ей, и она совершила этот вот первый грех, после чего согрешил Адам. Вот мы должны вновь, братья и сестры, от широты и темноты этого мира направить свой фор к лику Христову. Мы должны отринуть свои вот эти вот векторы притяжения нашего сердца внешнего мира, а он должен быть направлен к лику Христа. И тогда мы можем просить, чтобы Господь даровал нам вот эту вот милость и прощение грехов. Просить, чтобы Господь даровал нам Царствие Небесное. И даже сейчас, находясь в храме Божьем, кто-то, может быть, нас раздражает, кто-то нам не нравится, кто-то, может быть, на кого-то мы имеем в сердце какое-то такое нелоброе помышление, но мы стоим перед Христом, братья и сестры, и мы должны в широте своего сердца простить нашим обидчикам прегрешения, совершить милостыню и помолиться за окружающих нас людей. И вот сегодня, братья и сестры, мы вспоминаем вот эти первые слова Господа, пока здесь предвиделось бы вам, Царствие Небесное. И бывает, мы часто думаем, что Царствие Небесное ждет нас где-то там в вечной вечности, и мы ждем, чтобы Господь и Хасим, чтобы Господь достовол нас в этих мудрарских обителей. Но Царствие Божие внутри вас есть, и оно же, значит, начатки этого Царствия должны начинаться здесь, на земле. А признаки этого Царствия — это радость, это мир, это милосердие, это все прощения, это любовь, братья и сестры. Это состояние нашего сердца, когда там Христос, и вот как относится Христос к людям, которые Его окружали. Он говорил, не судите, да не судимы будете. Мы помним вот эти вот, братья и сестры, встречи Его с блудницей, когда привели ее, и по закону Боисееву ее должны были подлить камнями, но Господь сказал, кто из вас без греха, пускай первый, бросит в нее камень. Вот, братья и сестры, Господь показывает нам, как мы должны поступать в своей жизни. И Господь учит нас всем своим подвигам, всем своим самоучяжениям, всем своим сверениям. Он учит нас, братья и сестры, смирению, так же, как и Он, самоуничижению. Вот это полностью, если мы посмотрим рождение, крещение, если мы посмотрим тайную вечер, когда Господь убывает своим ученикам ноги, Он показывает нам пример, но Он говорит нам, что как Я совершаю, так и Вы совершайте. Вот, братья и сестры, сегодня, вспоминая вот эти вот слова, сегодня Церковь говорит нам, что пока и здесь приблизо с Вам Царство Небесное. Царство Небесное, которое здесь и сейчас, бывает, мы ждем, что завтра я пойду, попрошу прощения у своего обидчика, попрошу прощения у того, кого я обидел. Но, братья и сестры, с завтрашнего дня может и не быть. И сегодня, даже если мы не видим этого человека, нам надлежит в сердце перемириться с ним, попросить прощения и помолиться за этого человека, если есть возможность здесь и сейчас совершать молитву Господу, просить Его милости, просить, чтобы Господь простил нам наше превышение, укрепил нас вот в этой вот непристальной духовной войне, духовной прани, которая идет в нашем сердце. Это то поле, где борются, как говорил Достоевский, Бог и дьявол. И вот сегодня, братья и сестры, вспоминая также святых, чью память мы вспоминаем сегодняшний день. Один из них это священно-мученик Дмитрий Плышевский. Это святой, который причислен к лику новомученика. Это та свеча, которая горит на престоле Божьем, который молится за нас, который также, казалось бы, жил такой простой жизнью, но тот свет, который был в нем, он светил окружающим его людям, окружающим и гражданам. Простая деревня для детс на Белорусском Палесе, где он служил с 1908 года. И впоследствии он дважды был арестован. За что, братья и сестры? За то, что он отдавал и давал своим прихожанам, чтобы они читали жития святых. И вот после первого ареста он вышел только с одним зубом. Матушка собирала прошения, собирала подписи, чтобы его освободили. И впоследствии недолго пришлось ему с момента второго ареста ждать приговора. По одной версии он был расстрелян, а по второй версии он был живым, закопан в землю, братья и сестры. Но его жизнь, его подвиг, его молитвы продолжают осветить и в нашей жизни. Он ходил в своей жизни не снимая подрясник. Он всегда был в нем. Казалось бы, такая вот мелочь. И он отдавался полностью, но на служение Богу не только во время службы, но и вне службы. И мы видим, что Господь удостолен его вот этого мученического венца. Сегодня он также является вот тем светом, тем молитвенником, который молится за нас. И это пример, братья и сестры, для каждого из нас. Каждый из нас должен быть светом для окружающих нас людей. Каждый из нас должен достижать благодать Святого Духа. И вот эта благодать Святого Духа, которая это мир средечный. Господь говорит, мир мой даю вам. Если он есть у нас, то он будет, братья и сестры, сохраняться и на наших ближних. Поэтому сегодня будем просить Господа, чтобы Господь укрепил нас, даровал нам силы жить в покаянии, жить в доброделании, чтобы Господь по Своей милости удостолил и нас от этого своего неизреченного света в Царстве Небесном. Аминь. С праздником! Продолжение следует...